Основным сектором экономики Польши остаётся сельское хозяйство. Для агропромышленного комплекса этой страны характерно наличие небольших фермерских хозяйств. Во многом это связано с политикой государства и достаточно лояльной системой налогообложения частных фирм. Польская компания общества с ограниченной ответственностью «Агрочентрум» функционирует с 1992 года в городе Кольна. Первоначально продукция корма в Кольна производилась в размере около 300 тонн в месяц. В результате модернизации завода в 2002 году и внедрении трёхсменного производства на заводе увеличилось до 7 тысяч тонн в месяц. Очень хорошее качество кормовых смесей привело к увеличению продаж, превышающих производственные мощности завода. Акционеры компании решили построить новый завод. В настоящее время компания имеет два производственных предприятия с возможностью выпуска в 50 тысяч тонн кормов, концентратов и сельскохозяйственных премиксов для домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота ежемесячно. Процесс продукции паши начинается на этом закладе от приятия суровца на магазин, такого суровца, такого сытки, типа зборца, щроты, всяческого рода додатки, которые приезжают до нас на транспорте самоводовым тяжким. Тен материал пашовый разводованный есть на косах приятия, они спосегрегированы, ze wzglęду на специфику продукции, на стрепе «non-гемо» и «гемо», поэтому мы выделены кошки. Оprócz tego суровца сытkiego на заклад trafiaют еще минералы и витамины, которые są niezбędны до продукции этих пашов. За 25 лет своего существования Агрочентром закрепила прочные позиции на рынке кормов, строя прочные связи с поставщиками в соответствии с принципами, согласно которым идеальное сотрудничество обеспечивает финансовый успех. Качество продукции для компании стоит на первом месте, поэтому технологи строго следят за компонентами кормов. Используем два гранулятора для каждой линии производства, где сначала вырабатываем примерно для крупного рогатого скота гранулу 6 мм, а потом внизу на грануляторе перерабатываем это на 4,2 мм, так чтобы ПДИ, эта стабильность и качество гранулы было очень хорошее. В компании Агрочентром работает около 48 человек в три смены. Однако с производством корма вполне могут справиться и 3-4 человека, так как всё на заводе автоматизировано. Здесь используют самое распространённое сырьё, отмечает технолог. Сырьё, ну всё, что возможно, это зерновые, белковые шрота и, ну, такие сырьё, которые, как это сказать, производство для людей. Там примерно муку вырабатывают для людей, на хлеба, а то, что оставят от трубы, идут здесь. Вырабатываем, используем много продуктов за спиртусовой промышленности. Из-за английского DDGS. Это то, что там после ферментации остается, но это очень, очень хорошее качество, хорошее сырьё для рогатого скота. Для бройлеров это простые рецептуры, потому что там находится только пшеница, кукуруза, соевый шрот, ну и какие там добавки ещё, минеральные, витаминовые, аминокислоты тоже, ферменты, масло. Польская компания Агрочентру имеет возможность снабжать на сегодняшний день сельскохозяйственные фермы, которые расположены от неё в 200 километров. В основном это крупные и мелкие птицефермы, фермы крупного рогатого скота. Основная цель компании – создание инновационных продуктов и программ питания для всех видов животных, используемых в сельском хозяйстве. Для модернизации данной компании из фонда государства было получено около 26% субсидий.